ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАХМОНА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАХМОНА БУДУТ ЗВУЧАТЬ ПО РАДИО В ТАДЖИКИСТАНЕ ОСУЖДЕН ОЧЕРЕДНОЙ МАМХАТИБ В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ АРЕСТЫ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАНЫ 69 МУСУЛЬМАН КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИУ ТАДЖИКИСТАНА ОБИЗАЛ ВСЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАДИОКОМПАНИИ ПРОВОДИТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РАХМОНА Об этом сообщило информационное агентство Азия Плюс со ссылкой на директора Госрадио Тачкистон Фаруха Зиоева. В эфире их радио уже звучали аудиозаписи книг президента. Мы получили соответствующее распоряжение комитета в середине октября этого года. Эти чтения проводятся для повышения чувства самосознания и патриотизма в каждом гражданине страны, заявил руководитель радиокомпании. Зиоев также отметил, что для чтения книг Арахмона государством привлечены артисты, театра и специальные рассказчики с хорошим тембром голоса. Мы записывали уже в 2016 году две книги «Таджики в зеркале истории» голосом Абдурашида Ходжамкула и «Язык нации. Сущность нации» в прочтении Джонни Бека Асрорион и передали их в Золотой фонд. Теперь эти аудиозаписи звучат в радиоэфире. В настоящее время идет запись очередной книги президента в исполнении «Фирузи Умар», сообщил он. На севере Таджикистана осужден имам Хатыб, одной из пятикратных мечетей, по обвинению в членстве исламском движении «Салафия». В конце сентября текущего года правоохранительными органами был задержан имам Хатыб в пятикратной мечети поселка Чарук-Даррон, города Гулистон, 42-летний Илхомиддин Абдулоев, якобы за призыв прихожан мечети присоединиться к исламскому движению «Салафия». Рассмотрев данное дело, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренных статьей 307 Прим. 3, часть 2, организация деятельности экстремистской организации, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, УКРТ и приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Напомним, что лишь за 2016 год на севере Таджикистана к различным срокам лишения свободы были приговорены около 20 имам Хатыбов, причастных к различным исламским движениям и мазхабам, в том числе к Салафии. Узбекистана Сурата и Крамова накануне в офис ИГНПУ обратилась группа женщин. Они заявили, что с раннего утра 14 ноября в их дома вторгались сотрудники Зангиатинского РУВД Ташобласти и Ташкентского ГУВД, которые проводили обыски, оформляли протоколы и задерживали граждан, не предоставляя им при этом копии протоколов. Все сотрудники органов внутренних дел, предположительно отделов и управлений по борьбе с терроризмом и экстремизмом были в гражданской форме. Со слов одной из женщин ее допрашивали о месте нахождения родственницы, находящейся в розыске с 2008 года, по обвинению в посягательстве на конституционный строй и создании или участии в религиозных организациях. В доме у другой задержанной, Дилдоры Акзамовой, в течение одного дня трижды провели обыск. Силовики задержали ее сына, 23-летнего Насруллоха, которого избили в ГУВД. Муж женщины, Файзулла Акзамов, с 2001 года отбывает наказание за свои религиозные убеждения. В 2014 году ему добавили еще 16,5 лет лишения свободы. А его брат, Шукруло Акзамов, также осужденный по религиозным мотивам, в 2006 году после жестоких пыток скончался в тюремной больнице Сангород в Ташкенте. К 8 часам вечера, 16 ноября, задержанных отпустили домой, кроме пяти мужчин и двух женщин, которых содержат в следственном изоляторе ГУВД Ташкента. Сурат Икрамов сообщает, что в ИГНПУ продолжают поступать заявления о задержаниях близких родственников верующих, являющихся фигурантами так называемого «черного списка» службы национальной безопасности, СНБ, в который занесены неблагонадежные верующие и лица, находящиеся в розыске из-за своих религиозных убеждений. На днях ФСБ России сообщило о задержании в Москве и в Московской области 69 мусульман, членов исламского движения «Джамаат Таблих». Как утверждают в ведомстве, они разоблачили законспирированную структуру, которой руководители выходцы из Центральной Азии. Также ФСБ заявило об изъятии исламской литературы и информационных носителей. Напомним, что деятельность исламского движения «Джамаат Таблих» была признана экстремистской и запрещена в России и некоторых странах Центральной Азии в середине нулевых, на волне объявления властями этих стран войны с любым проявлением ислама. Сама же организация известна во всем мире и занимается мирной проповеднической деятельностью, легально действует в большинстве стран мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok